Международный гуманитарный университет в очередной раз подтвердил свой статус мультинационального университета. Вуз посетили почетные гости из Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе. Пообщались с дипломатами руководства университета, профессорско-преподавательский состав, а также студенты факультета лингвистики и перевода. На встрече с почетными гостями ведущего университета города побывала и наша съемочная группа. Международный гуманитарный университет продолжает наращивать международный потенциал. На этот раз престижное высшеучебное заведение города посетил Генеральный консул Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе Сун Ли Цюн. Дипломат поистине оценил вклад университета в развитие и популяризацию культуры и языка Китая. По инициативе президента Международного гуманитарного университета Академика Кивалова Сергея Васильевича состоялся. Конструктивный разговор с генеральным консулом Китая в Одессе о том, что сегодня в Китае целый год праздновается 100-летие Коммунистической партии Китая. Это самая большая партия сегодня в мире, которая насчитывает порядка 95 членов в этой партии. И именно Международный гуманитарный университет стал сегодня такой площадкой, выставкой, вы можете посмотреть фото-выставкой, выставкой картин о деятельности Китайской партии и о деятельности Китая. Для нас это особо важно, потому что на факультете лингвистики и перевода только в Международном гуманитарном университете студенты изучают китайский язык. И они не просто его изучают. Из Китая приезжают носители китайского языка, преподаватели китайского языка. Это китайцы, которые обучают наших студентов. И уже на протяжении 10 лет у нас проходит это сотрудничество. На факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета большое количество студентов изучают китайский язык как основной. Кроме того, преподают основу языка непосредственно его носители. Ежегодно студенты факультета участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Благодаря тесным связям с Институтом Конфуция студенты МГУ также проходят обучение в Харбинском инженерном университете и в университете города Ухань. Международный гуманитарный университет ставит перед собой задачу укрепить взаимоотношения высших учебных заведений двух стран, сделать сотрудничество более тесным и эффективным. На факультете лингвистики и перевода мы готовим студентов, которые изучают китайский язык. Это не только язык, это еще и культура. Они изучают искусство, знакомятся с традициями. Мы плотно сотрудничаем с образовательными китайскими центрами. У нас на факультете работают волонтеры из Китая. У студентов уже на первом курсе есть возможность общаться с носителями языка. Также, помимо того, что изучают язык, искусство, культуру, у студентов есть возможность на практике в течение от одного семестра до целого года провести в Китае. Обучаться по различным направлениям. Это и педагогика, это и методика преподавания китайского, это и китайский как иностранный, это китайская восточная филология. Самые лучшие впечатления от встречи с генеральным консулом остались и у студентов Международного гуманитарного университета. Талантливая и прогрессивная молодежь уверена, что за Китаем будущее. Поэтому крайне важно изучать их язык, культуру и традиции. Студенты отмечают то, что в других вузах пока только является перспективой. На факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета уже привычно. Изначально я не знала, на кого я хочу поступить. И решила пойти на китайский, потому что это очень необычно. Это язык, который очень сложный и считается вообще самым трудным в мире. Мне стало интересно, это был как вызов самой себе. И да, мы учим китайский, это наш основной предмет. Также мы изучаем английский и чуть-чуть арабский. Ну и плюс Китай развивается, очень развитая страна, и я считаю, что за ним будущее. Сначала я вообще к английскому и китайскому никак не относилась. А потом, ну, как-то так получилось. Я пришла и узнала, что здесь есть китайский. Вообще я на немецкий хотела поступать, но узнала, что китайский. И как-то вот у меня сразу картинка вот этих китайской культуры. У страны Восточной Азии сейчас занимают передовые позиции. Это Китай в особенности. Это страна гигант, не только по площади, но и по экономике, бизнесу. И поэтому знание китайского – это билет в светлое будущее. Мне всегда были интересны языки. И китайский был для меня определенным челленджем. То есть мне было интересно. Это совершенно другой язык, другая структура. И мне было интересно, и я также интересуюсь китайской культурой. Поэтому это был мой выбор – китайский язык. С китаем и с китайским языком моя история очень длинная, потому что я начала изучать его аж с самого детства, с шести лет. Поэтому в этот университет я пришла целенаправленно. И я уже изучаю его достаточно много лет. Здесь я изучаю всего лишь четвертый год. Помимо китайского, также еще и английский, и есть факультатив арабского. Есть огромный плюс от изучения китайского здесь, потому что я могу познать духовность китайской культуры и обогатиться ею. И это совершенно другой уровень по сравнению с другими университетами. Технологический и финансовый рост Китая хорошо известен далеко за его пределами. Это вторая экономика мира после США и первая по соотношению ВВП и покупательной способности. Высшее образование в Китае – это высокое качество программ, возможность интегрироваться в культуру Поднебесной. В Китае уже обучается более 300 тысяч студентов из 175 стран. И число желающих ежегодно растет. А плодотворное сотрудничество Международного гуманитарного университета и Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе определенно даст новый импульс для развития нашей страны в образовательной сфере.